МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день в акционерном обществе «Казахстелеком» приступили к построению концепции внедрения в республики связи пятого поколения. Она и должна решить дилемму провайдеров о все возрастающих потребностях абонентов. С развитием сетей IoT у нас очень высокая потребность в том, чтобы как можно большее количество устройств у одного абонента было подключено к интернету. Сейчас имеющиеся сети 4G не позволяют такое большое количество устройств подключать одновременно, потому что это отражается на качестве сигнала, на качестве и скорости интернета. И, наконец, у нас появляется потребность, о которой уже давно во всем мире говорят. Интернет – это беспилотные автомобили, это дроны, это онлайн-медицина, это те сферы, в которых нужен, может быть, не быстрый интернет, но интернет без задержек, чтобы вообще не было прерывания сигнала. И вот только 5G-сеть, она дает вот такую возможность. Только представьте, технология 4G позволяет передавать данные со скоростью до 200 мегабит в секунду. Связь пятого поколения дает возможность устанавливать соединения на скорости до 1 гигабита. Мы живем сейчас в одной парадигме экономики, и даже не понимаем, что откроет нам в будущем технология 5G. Как вы помните, до интернета мы жили в одной парадигме, то есть мы не представляли, что возможно онлайн-продажи, не представляли, что, оказывается, можно не только кэшем оплатить, а можно какими-то нажатиями кнопок, да, платить. То есть нам это казалось невозможным буквально каких-то там 10-15 лет назад. То же самое технология 5G откроет абсолютно новые технологические возможности и, возможно, появятся новые экономические слои. Эксперты отмечают, внедрение связи пятого поколения в Казахстане для сотовых провайдеров будет затратным. Если сейчас телекоммуникационные вышки стоят примерно на расстоянии в каждый километр, то в 5G базовые станции находятся на расстоянии в 50-100 метров. Это характерная особенность новой сети. Поэтому такой тип связи будет доступен не везде, а только в крупных городах. При этом, как отмечают аналитики, к удорожанию это вряд ли приведет. Вероятнее всего, появятся новые тарифные планы у провайдеров. Кстати, последним не придется устанавливать сотовые вышки для доступа своих абонентов к услугам связи. Казахстелеком уже со следующего года приступает к тестированию сети 5G. Возможности и инфраструктура инфокоммуникационного оператора связи позволяют строить новую сеть с применением новых технологий. Казахстелеком один из крупнейших операций, у которого есть как раз та оптическая инфраструктура, необходимая для 5G, 20 тысяч километров. Сейчас начинаем строить сельские населенные пункты. В городах у нас очень много оптики, порядка 50 тысяч километров. То есть все это станет инфраструктурой для разворачивания новых узлов сетей 5-го поколения. 2019 год, соответственно, посвятим полностью тестированию разных элементов. Там очень много элементов нужно протестировать. Соответственно, по готовности тестов мы будем формировать технические требования именно под Казахстан с учетом доступности, как я уже говорил, частотного спектра. Соответственно, будем формировать какие-то пилотные проекты и начнем инвестировать, ну, скажем так, планировать как минимум инвестиции на 2020-2021 год. Соответственно, сервисы будут доступны, ну, где-то вот как раз к моменту полной стандартизации, к 2022-2023 году, я думаю, уже будут появляться очаги, не очаги, а, скажем так, зоны, покрытые технологией 5G. Новое поколение связи не только повысит скорость передачи данных, но, что самое главное, повысит качество сигнала. Высокоскоростное устойчивое соединение – выгодная отличительная черта технологии 5G. Несмотря на то, что потенциал 4G в Казахстане еще не до конца исчерпан, однако растущее количество абонентов и устройств могут привести в ближайшем будущем к перегрузке сетей. При этом, как показывает опыт, в развитых странах операторы уже столкнулись с проблемой перегруженности сетей связи, что в конечном счете ведет к ухудшению предоставляемых услуг. В Казахстелекоме играют на опережение и по возможности планируют внедрить 5G как можно скорее.